приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересно и сегодня мы поговорим про нижнее утепление это имеется ввиду экспериментальные как экспериментальные думаю что уже каждый по сути делал такие утепления это получается мы ложили на низ четверка пятерка не здесь наверное даже пятерка до пятерка фольгоизол и наверх фольгоизол плюс утепление таким образом что мы добивались мы добивались полностью закрытое такое пространство где принципе есть ну как термос вот это действительности в прямом смысле термос потому что пчелы низ не обогревает и холод в любом случае какое там но не будет поднимается снизу вверх правильно а здесь получается когда мы поставили фольгоизол фольгоизол если он будет пятерка то он за ним будет по идее по своих как бы характеристиках заменять там сороковку или пятьдесятку дерево да нужно посмотреть в интернете плюс днище идет это имеется ввиду еще там несколько ну мы днище в основном делаем же не такие толстые да это где-то два сантиметра ну ну минимум сантиметр но полтора ну два ну даже три ну кто как уже таким образом получается что мы сделали здесь термос полностью закрытый мы посмотрим и мы видим что это рутовский корпус и получается что пчелам действительности тепло и пчелы размещаются от покажи ли точек получается что видите пчелы размещаются ну как даже на рядке есть это означает что им тепло вентиляции есть вентиляция пчелы даже вентилирует потому что сейчас у нас действительности такая свежая погода ветрено немножко дождик был и мы видим что все вам действительности тепло запаса корма достаточно здесь три рамки уже было распада недавно пересматривал это имеется ввиду печатан печатного нарутовскую рамку и принципе мы добились а своего результата я вообще думал что будут будет конденсат будет влага и будет все это течь но в этом случае друзья не получилось да даже и кто-то писал мне комментарий что он так делал и принципе была влажность я не знаю почему была влажность почему нет влажности получается возможно через то что может погода такая знаете может сила семьи небольшая но я не знаю с чем это связано но возможно возможно много разных вот таких как бы факторов которые могут влиять на вот это но в нашем действительности случае мы сейчас изолировали вот такое утепление делали 1 2 3 4 в принципе мы везде такое утепление делали по возможности во первых мы решили проблему с сеткой потому что на ульях определенных у нас сейчас ты одно и мы принципе таким образом закрыли его и утеплили улей это плюс и опять же утепление утепление полностью хорошее утепление так друзья к минусам такой системы не применяйте такую систему к сильным семьям потому что вот мы сейчас находимся это семья средняя такая знаете ну средней силы это имеется она вроде не сильная и не слабая вообще прекрасно такая методика будет для слабышей от мы их разжали поставили заставную вниз теплый вверх теплый бок теплый и получается что они так себе как бы в таком термосе находятся и хорошо развиваются потому что им не нужно большое количество точнее массы пчелы для того чтобы обогревать расплода и получается что при таком утеплении у нас больше пчел летает со водой больше пчел летает за нектаром за пыльцой он понятно да весь смысл утепления для того чтобы пчелы обогревали лучше расплод так возвращаемся к более сильной семьи вот эта семья уже стоит по знаком вопроса это имеется ввиду что мы ее друзья уже где-то только станет немножко теплее мы уже нижнее утепление убираем потому что можем подпавить семью это не шутки к примеру вот мы стоим и вот иди сюда так возьму микрофона иди сюда вот мы например стоим это не скажу что супер сильная семья но относительно да потому что здесь она рекордсмен по расплоду здесь большое количество расплода и получается что мы где-то несколько дней назад у нас была температура где-то плюс 17 я пришел посмотрел какая обстановка и пчелы уже знаете как вот это ума и просто вывалились из улья я сначала подумал что может матка пропала потому что еще еще холодно я открываю снимаю вот эти магазины вот нас стоят магазины с медом и будем потом использовать для подкормки щел снимаю магазины с медом снимают этот фольгоизол а там пчелы вот это карусель на эти вот этот майская карусель когда пчел уже очень много им жарко они начинают это бегать заниматься вентиляцией разгонять воздух блин быстренько посмотрел рамки пустые расплод полностью пустой это имеется ввиду что жарко пчелы ушли полностью из расплода повывали валися с улья это имеется ввиду что пошел процесс ну что им жарко то я уже уже получается сразу вытянул фольгоизол снизу чтобы немножко остудить гнездо приоткрыл нижний леток и как бы таким образом мы убрали вот эту лишнюю температурную нагрузку на пчел что вы поняли потому что есть и плюс и также есть минус за этим нужно контролировать за этим нужно смотреть чтобы там пчел я сомневаюсь что мы таким образом под парень но но как бы могут быть определенные какие-то все-таки нежелательные факторы потому что до пчелам нужно вентилировать если пчелы очень много то для них это может быть как бы проблема и вообще знаете это наблюдать такую картину когда апрель месяц и вот вас там борода висит ну зачем это да и пчелы же что же пускай лучше улье будут опять же что мы показывали вот здесь здесь у нас нету здесь мы закрыли вообще это двести тридцатый двести тридцатая рамочка вообще прекрасно подходит под такие под такое утепление улей сам корпус маленький не сверх поставили маточки прекрасно засевают вообще мне нравится вообще обещал где-то сниму видео про такие улья это восьми рамочная система поговорим ну вот к примеру вот это восьми рамочные вот это восьми рамочные они взаимозаменяемы так друзья опять что-то я перепрыгнул с темы возвращаемся к нижним утеплением очень эффективно при раннем наращивание пчел что и слабые 7 слабые среди средние семьи сильным семьям нежелательно ставить вообще сильными семьями вообще ничего нежелательно делать у них должен быть мед и все и они себе выкарабкается вот эти все вот с бубенчиками мы бегаем только вокруг слабых семей чтобы было немножко теплее то я бы показал бы по поводу расплода как семьи развиваются как какое вообще состояние семей что куда и как кстати обратите внимание на пчел которые вот лежат под ульями вот я вам покажу их видите минуточку и смотрите многие пчеловоды но и пчеловоды задаются сейчас как бы в шоке имеется ввиду что от блин старая пчела отошла а новые они отошла не пришла и получается семьи пчелы проседают старые пчелы вообще отходят где-то в марте меня не марте его подождите сейчас скажу это имеется ввиду в мае месяц если я не ошибаюсь но это нужно проверить вообще эту информацию обратите внимание теперь на пчелу немножко их отогрели лапками шевелит ну еще секунду вот 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 всем знатокам которые рассказывают что пчела у них старая отошла молодая не отошла это имеется ввиду погода плохая пчелы вылетают за водой пчелы летят там поисках нектара и и особенно когда семьи вообще слабые нет запаса меда они вынуждены куда-то вылетать и они погибают они погибают не только здесь вот видите они живые сейчас если их дом занести теплые они погибают от вы видели вот сейчас они погибли вот несколько штук возле улья представьте себе сколько их погибло где-то где-то возле речки когда они присели на воду да получается где-то они полетели на цветочек и опять же чем там вот это все вот мы две пчелы нашли а их сейчас можно на пальцах пересчитать и каждый день каждый улей теряет и таких пчел и что мы имеем вы поняли все друзья опять же заговорился всем всего на лучшего всем пока